В конце года традиционно принято подводить итоги. Уходящий 2015 год был сложным, подтвердив точку зрения, что кризис это не только риски и угрозы, но и новые возможности. Пессимистичные прогнозы, которые были примерно год назад, не оправдались. Несмотря на очень серьезное падение цен на нефть, в России не случилось нового валютного кризиса. Спад экономики составил 3,5-4%, изначально ждали до 10%. Ни одна российская компания не объявила дефолт. Российская экономика быстро адаптировалась к кризису. Ключевую роль здесь, конечно, сыграла политика Банка России. Банк России сумел не только стабилизировать курс рубля и сбить инфляцию, но и снизить ключевую ставку. Уходящий год это первый год работы Евразийского экономического союза. Разговоры о вводе единой евразийской валюты Алтына. Военная операция в Сирии. Военная операция в Сирии это не только борьба с международным терроризмом. Это еще прекрасная реклама для российского оружия. По объему продаж Россия занимает второе место в мире, уступая только США. Новый год будет достаточно сложным. Скорее всего, экономика выйдет в легкий плюс. Инфляция будет снижаться. Однако, все зависит прежде всего от цен на нефть. Разворот, конечно, неизбежен. Однако, когда ОПЕК сократит квоты или случится другое позитивное событие, никто не знает. Россия будет заниматься созданием внутреннего рынка, созданием единого рынка Беларуси, Российской Федерации и Казахстана. Как я уже говорил выше, кризис это новые возможности. Ну и, конечно, новое позиционирование в мире. Позиционирование среди стран БРИКС. Это не только оружие и военная сила. Это еще и технологии. Россия может стать фабрикой технологий для стран Азии и Латинской Америки. Мы надеемся, что шанс занять новое место в мире не будет упущен. Для этого у России есть все. Образованное население, политическая воля властей и деньги. Деньги, несмотря на падение цен на нефть, есть и у компаний, есть и у государства. Соответственно, в наступающем году все будет сложно, но не страшно. Мы поздравляем россиян с наступающим Новым годом. Желаем прежде всего денег. Почти все остальное можно просто купить. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова